Они не знают, вместе с тем, что у них академии, институты, они не знают самого главного, своего Создателя. Он заслуживает того, чтобы о нем говорили, упоминали каждый день. Аллах и его посланники читают салават пророку, алейсалату ассалам. В нашей нужды нет, мы нуждаемся, дорогие братья. Поэтому, дорогие братья, не пренебрегайте этим. Кто забудет посланника Аллаха, он забудет его сунну. Кто забудет его сунну, он будет идти по сунне иблисам. Если мы хотим держаться пути пророка, алейсалату ассалам, мы должны знать посланника Аллаха, салалату ассалам. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья, Мы находимся в благословенном месяце. Месяц Рабио-Авваль, месяц рождения пророка Мухаммада, салалату ассалам. Месяц, в котором родился посланник Аллаха, салалату ассалам, который является лучшим созданием Аллаха, субханаху ата'ала, и самым любимым созданием Аллаха, субханаху ата'ала, о котором Всевышний Аллах, субханаху ата'ала, говорит Поистине оказал Аллах великую милость верующим, когда послал к ним посланника из них, И они были до этого в явном заблуждении. Да, дорогие братья, Он Тот, Который пришел, научил нас истине, Он Тот, Который воспитал нас, Он Тот, Который показал нам все это, Сам первым перенес все трудности на этом пути, И то, что мы сегодня живем в этом благополучии, в вопросах веры, в то время как на планете Земля где-то 80% даже больше не ведают истины, Мы, валилляхи хамд, благодаря этому посланнику, саллаллаху алейху ассалям, продолжаем пользоваться этой милостью, мы окружены этой милостью, в то время как мы видим, многие люди на Земле не знают вообще, кто их создатель, кто-то говорит, что природа его создала, кто-то верит в корову, обожествляет корову, кто-то каких-то идолов, только мы, последователи пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям, знаем нашего Создателя, знаем, как поклоняться этому Создателю, и, иншаллах, познаем всю милость этого пути после нашей смерти. Поэтому, дорогие братья, Аллах Субхану Ва Та'Алла говорит, скажи, о Мухаммад, по милости Аллаха, милость Аллаха, сказали одни Ислам, другие Кур'ан, Бирахма истолковал имам Суюты, посланника Аллаха, Исламу или Кур'ану и пророку Мухаммаду, саллаллаху алейху ассалям, этому радуйтесь, этому радуйтесь, они для вас лучше, чем все, что вы собираете из мирских благ. Да, дорогие братья, мы должны радоваться. И вот в этот благословенный месяц мы должны обновлять нашу связь с посланником Аллаха, саллаллаху алейху ассалям, который явился милостью ко всем творениям Аллаха, Субхану Ва Та'Алла. Аллах Субхану Ва Та'Алла говорит о нем, мы тебя отправили только как милость ко всем мирам, миру ангелов, миру людей, миру джинов, миру животных, насекомых, ко всему он является милостью Аллаха Субхану Ва Та'Алла. Так определил Аллах Субхану Ва Та'Алла. У многих может возникнуть вопрос, почему какой-то один человек, который был таким же, как и мы, по сложению, как это может, он быть милостью ко всем творениям Аллаха? Такой вопрос возникнуть может у человека, который не знает истину пророка Мухаммада, Субхану Ва Та'Алла. В то время как Аллах Субхану Ва Та'Алла единственный, кто знает всю истину о пророке Мухаммаде, Субхану Ва Та'Алла. Какой это был человек? Человек, который пришел к человечеству для того, чтобы вывести его из тьмы заблуждений к свету истине. Да, дорогие братья, мы порой об этом не задумываемся. В чем заключается милость? Что тут такого? А дело, дорогие братья, в том, что он, будучи человеком неграмотным, который нигде не учился до этого, он дал человечеству такие знания, от Аллаха естественно, которые для нас незаменимы. если кто-то может сказать, да нет, люди могут сами, сами сейчас уже уровень образования, уровень знаний людей, технологий настолько высоки, но нет, дорогие братья, нет. Мы видим, самая образованная часть человечества, так называемый, коллективный запад, они до сих пор не знают истинного положения этого мира. Они не знают, вместе с тем, что у них академии, институты, они не знают самого главного, своего Создателя. Они до сих пор не могут найти путь, который их спасет от упадка, от морального, духовного разложения, они этот путь до сих пор найти не могут. Поэтому мы видим, они строят огромные, огромные коллайдеры за десятки миллиардов долларов, ищут, кто же, как же был создан этот мир. Как же был создан этот мир, и никак не могут это найти. Не говоря уже о том духовном, нравственном разложении, которое, которое они переживают. Несмотря на их высокий уровень образования, знаний, мы видим, институт семьи, они разрушили. институт родства, они разрушили. Мораль, нравственность, они разрушили. Справедливость, они разрушили. Расставшичеством, экономику мира, они разрушили. в то время, как пророк Мухаммад, саллиллаху, алейху, алейху, саллиллаху, дал истину. Кто пойдет по этой истине, он не попадет в заблуждение. Достаточно нам, чтобы понять этого, посмотреть на его жизнь, как только родился, это символично, дорогие братья, как упоминается в хадисах, он упал в суджуд и начал поклоняться Аллаху. И при каждом случае, когда Аллах, субхану ва тааля, давал ему возможность, проси, он просил, уммати, уммати, моя обшина, моя обшина. Ту молитву, которую Аллах, субхану ва тааля, давал каждому посланнику, одну молитву давал всем, что она будет стопроцентно использована. Все посланники Аллаха, салавату Аллахи, ва саламу алейхим, использовали их, кроме пророка Мухаммада, саллиллаху алейху, саллиллаху, он оставил эту молитву на судный день, чтобы заступиться за нас. Он тот, дорогие братья, у которого, как упоминается в достоверных хадисах, от Аи Широби Аллаху Анха, проходили, говорят, у нас месяц и два месяца, в доме пророка, алейху салалату ассалам, костер не разжигался, не из чего было готовить. Обходился финиками и водой. В то время, как ему каждую ночь приносили еду, богатые его сподвижники, но он отдавал это бедным своим сподвижникам, Ахлю Суффа. Он тот, дорогие братья, которого Аллах, Субханаху Ата'аля, в Кур'ане, как бы, напоминает ему, говорит, не губи себя из-за них, ты погубишь себя из-за переживания за этих людей, за человечество, настолько у него сильное желание спасти людей, что это отражалось уже на его состоянии. И Аллах, Субханаху Ата'аля, в Кур'ане ему говорит, ты себя погубишь так. В то время, как сегодня мы переживаем полное безразличие одних людей к другим. Вот, дорогие братья, кто был для нас примером, который переживал больше о людях, чем о себе, о своих близких. И теперь возникает вопрос, вышел ли из моды пример пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум, актуален ли для нас, для нашего подрастающего поколения, актуальна ли личность пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум, саллиллаху алейкум, да, дорогие братья, его личность будет актуальна, была, есть и будет до судного дня. Потому что лучшего творения во всем мире, Аллаху алейкум, саллиллаху алейкум, не сотворил, и не сотворил. Поэтому, дорогие братья, сколько бы мы не изучали личность этого человека, саллиллаху алейкум, сколько бы мы не пели на маулидах, и не слушали, лишнего не будет, дорогие братья. Он заслуживает того, чтобы о нем говорили, упоминали каждый день. Поэтому Аллах, Субхану Ахуата Аля, так и сделал. Пять раз в сутки по всей планете Земля, а мы знаем, Земля круглая, часовые пояса, непрерывно в микрофоны Аллах, Субхану Ахуата Аля, установил, чтобы объявляли Ашхаду Анна Мухаммада Расулу Аллах. Аллах сделал его самым прославленным человеком, самым прославленным творением Аллаха, Субхану Ахуата Аля. Не просто так, дорогие братья. Аллах, Субхану Ахуата Аля, ничего просто так не делает. Если бы он этого не заслуживал, Аллах, Субхану Ахуата Аля, этого не сделал. Но Аллах сделал, он знал все многообразие, все грани мрава этого человека. Поэтому, дорогие братья, если мы не будем прославлять Пророка, Субхану Ахуата Аля, у него не убудет. Потому что Аллах, Субхану Ахуата Аля, в Куране говорит, Аллах и его посланники читают салават Пророку Аля, в нашей нужды нет. Мы нуждаемся, дорогие братья. Когда мы говорим, читайте салават Пророку Аля, не от того, что он нуждается. Он в этом не нуждается. Ученые сказали, мы нуждаемся. Чем больше читаем, тем лучше для нас и тем больше милости Аллаха, Субхану Ахуата Аля, будет нам. От того, что мы не последуем за сунной Пророка Аля, ему ничего от этого не будет. Хуже будет только нам. Потому что его Аллах, Субхану Ахуата Аля, объявил. Хабиб Аллах, любимец Аллаха. Первый, кто воскреснет, будет воскрешен. Первый, кого Аллах, Субхану Ахуата Аля, ведет в рай. И который займет в раю самое высокое место Василия. Поэтому, дорогие братья, для нас является большой честью, величайшим благом поминать этого человека. Следовать за этим человеком. Прославлять этого человека. Делать дуа этому человеку. Вся польза от этого возвращается нам, дорогие братья. Аллах, Субхану Ахуата Аля, сделал так, что без признания этого человека он не принимает веру нашу. Аллах, Субхану Ахуата Аля, так сделал, что наша молитва, без упоминания в ней, как обязательный намаз, без салавата. Салават является столпом. Рук, но намаза, намаз не принимается. Поэтому, дорогие братья, я вижу, в последнее время, мы мало поминаем пророка, алейх, салату ассалам. Мало рассказываем о нем. Приходят к нам вопросы, элементарные вопросы о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейх, салям. Люди не знают. В то время, как наши предки, слушая маулиды, они наизусть знали биографию пророка Мухаммада, саллаллаху алейх, салям. Но мы сегодня под мнимым предлогом борьбы с бидрой уничтожили маулиды. Мне кажется, многие делали это для показухи, поэтому легко удалось эти маулиды вывести из нашего общества. Их мало кто делает. Видно, иногда делали для показухи и нашли предлог бидрой, альхамдуллах, быстро сбросили. Не для того, дорогие братья, эти праведные имамы, которые начали их делать, и поощряли их, восхваляли, они знали, какое благо в этих так называемых маулидах, потому что там повторяется и повторяется биография и жизнь лучшего творения Аллаха, субханаху ата'аля. Саад бну Аби Вақкас, рады Аллаху анху, сподвижник пророка, алейх салалату ассалам, говорит, Мы учили своих детей жизнедеятельности, биографии пророка, алейсалату ассалам, так же, как учили Курану. А мы знаем, как сахаба учили своих детей Курану. Вот так же, как Курану они учили своих детей, его биографию давали, его жизнь, его деятельность, все о нем. Потому что, дорогие братья, без знания посланника Аллаха, он не может быть для нас лучшим примером. Он не может для нас быть тем путеводителем, путем которого только есть спасение. Поэтому, дорогие братья, не пренебрегайте этим. Кто забудет посланника Аллаха, алейсалату ассалам, он забудет его сунну. Кто забудет его сунну, он будет идти по сунне иблисам. Если мы хотим держаться пути пророка, алейсалату ассалам, мы должны знать посланника Аллаха, алейсалату ассалам. У нас, дорогие братья, мы должны знать, есть много долгов перед пророком, алейсалату ассалам. Первое, это мы должны, как мы сказали, верить в посланника Аллаха, алейсалату ассалам. Поэтому, дорогие братья, первый долг уверовать в посланника Аллаха. Аллах, алейсалату ассалам, признать все, с чем он пришел, алейсалату ассалам. И после этого, дорогие братья, полное подчинение пророку Мухаммаду, алейсалату ассалам. О те, которые уверовали, подчинитесь Аллаху и его посланнику, и не отворачивайтесь от него. В то время, как вы это слышите. Поэтому, дорогие братья, следование, подчинение пророку, алейсалату ассалам, это еще раз повторяю. Он в этом не нуждается. Мы нуждаемся. Это единственный путь. Другого пути нет, дорогие братья, для спасения. Другого пути для спасения нет. Только следование по его пути. И также, дорогие братья, обязательно вместе с следованием должна быть любовь к посланнику Аллаха, саллиллаху алейсалам. Пророк, саллиллаху алейсалам, говорит, Не уверует ни один из вас, пока он не будет любить меня больше своего отца, своего ребенка и всех остальных людей. Другой приваят, и больше всего на свете, кроме Аллаха, мы должны любить посланника Аллаха, саллиллаху алейсалам. Когда он это говорит, дорогие братья, это не от себя, он навязывает нам, это воля Аллаха. Пока мы не будем любить его больше себя, своих родителей, детей, наш иман, как бы мы ни поклонялись, наш иман не будет совершен. Обязательно должна быть любовь, дорогие братья. Еще раз повторяю, как некоторые толкуют, любовь это, дескать, следование, неправильное толкование. Да, следование и любовь. Потому что Умар, ради Аллаху алейсалам, когда пророк, саллиллаху алейсалам, сказал ему вот об этом, что должны любить. Умар говорит, я, Расуль Аллах, Я тебя люблю больше всего, кроме меня. Больше всего, но не больше меня. И тогда пророк говорит, саллиллаху алейсалам, Нет, клянусь тем, чьей власти моя душа, Ты не уверуешь, пока не полюбишь меня больше себя. Возникает вопрос, что Умар, ради Аллаху алейсалам, Не следовал за пророком. Еще как следовал. Но пророк говорит, твой иман не будет полным. Хоть ты будешь строжайшим образом следовать, Пока не полюбишь меня больше всего на свете. Это воля Аллаха, субханаху ата'ала. Тогда Умар, ради Аллаху анху, говорит, Сейчас клянусь Аллахом, Я тебя люблю больше всего, о посланник Аллаха. И пророк говорит, саллиллаху алейсалам, Иман Бухари говорит, вот сейчас у тебя иман стал полным. Поэтому, дорогие братья, Любовь к пророку, алейсалату ассалам, Почему она нам необходима сегодня? Почему у нас нет следования за суммой пророка, алейсалату ассалам? Почему наше подрастающее поколение следует за какими-то артистами, Спортсменами, бизнесменами? Что значит следует? Следят за его сырой. Изучают его слова, его биографию. Мы видим, эти спортсмены, миллионы подписчиков. Каждый из их писк, каждое их слово, все внимательно читают. В то время как, лучшее творение Аллаха, Субханаху ата'ала, его мало кто из наших детей знает, Не говоря уже о нас. Почему? Потому что нет любви. Когда у нас будет к нему любовь, мы будем изучать, Мы будем знать его сунну, и мы будем следовать за его сунной. Поэтому, дорогие братья, обязательно должна быть любовь, И, конечно, вместе с любовью обязательно должно быть почтение, Возвеличивание пророка Мухаммада, и поддерживайте его и возвеличивайте его. Поэтому, дорогие братья, возвеличивайте пророка алейсалату ассалам следованием за его суммой, частым чтением салавата пророка алейсалату ассалам. Один из лучших ребятатов чтение салавата пророка алейсалату ассалам. Потому что в хадисе говорит, кто прочитает не один салават, ему Аллах десять читает. Десять раз Аллах ему дает этому человеку прошение из своих милости. Ученые сказали, нет практически лучшего деяния. Почему? Потому что, представьте, если мы просим какого-то человека, брат, сделай мне дуа, видим праведника. Ты читай салават пророку, Аллах тебе дает свою милость и прощает тебе прощение. За один салават десять раз. Поэтому, дорогие братья, поминайте пророка. Прославляйте пророка, алейхи салату ассалам. Следуйте за пророком, алейхи салату ассалам. Подражайте пророку, алейхи салату ассалам, как это делали сахабы. Ибн Умар, ради Аллаху ангу, даже походку старался делать, как пророк, алейхи салату ассалам. В каждом месте, где он когда-то видел, что пророк там совершал намаз, он в путешествии останавливался и делал намаз. Когда его спрашивали, почему ты остановился? Я видел посланник, Аллаху салату ассалам, тут останавливался и молился. Таково было, дорогие братья, у сподвижников пророка, алейхи салату ассалам, к нему любовь и почтение. И это было причиной их успеха и на этом, и на том свете. Просим Аллаха, субханаху ата'аля, нам талфика на следование за сунной пророка, алейхи салату ассалам. Чтобы Аллах дал нам любовь к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи салам, так как он заслуживает. Альхамду лейлахи, Раббил аламин. Ассалаллаху аля сайдина Мухаммадин, аля али и сахби, ассалам. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok